Чемпион Гребли на байдарках требуют от спортсмена выносливости и отлично физической подготовки в разных направлениях. Поэтому кроме занятий на воде, атлеты развивают себя и в других дисциплинах. 10 тренировок каждую неделю, в любую погоду и в любое время года. Все вполне сложно. Когда работаешь, все сложно. Тренировки на воде, это техническая гребля. Надо скорость совмещать с техникой, чтобы было на воде самому легче и быстрее идти. Меня привела моя подруга. Я сначала, когда пришла, мне не очень нравилось. Потом спустя месяц-полтора я втянулась. Тут такой, кстати, дружный коллектив, то, что и помогут, и поддерживают, и объясняют. И спустя некоторое время уже пошли какие-то результаты, какой-то прогресс. Меня привел в этот спорт папа. Это все было тяжело. Но когда я увидела, как ходят на байдарках, как занимаются, кто достигает всяких результатов, мне это понравилось. И глаза загорелись. Захотелось больше. Сейчас под руководством тренерской династии Мещерихова в гребле занимается более 70 человек. Некоторые родители отдавали своих детей именно в этот вид спорта, чтобы укрепить их здоровье. Благодаря своему упорству и работе профессиональных тренеров, ребята не просто приходят в отличную форму, они достигают высоких результатов. Я всю жизнь работаю с детьми. Мне нравится работать с детьми и видеть, как они, будем говорить, как они прогрессируют, как, что они научились в лодке, как, будем говорить, держаться, как они начинают показывать результаты. Тренеры когда как. В основном добрые на тренировке требуют от тебя, чтобы ты выкладывался на максимум. Пошутить тоже любят. В соревнованиях. Ну, никаких шуток, все серьезно. И хвалят бывает. Услышать молодец от них, это надо заслужить. Меня, наверное, за три года раза два назвали молодцом. Не зря говорят, что победителями не рождаются. Ими действительно становятся. Благодаря упорному труду и работе над собой. А еще везению. Ведь попасть в хорошие руки талантливого наставника – это тоже подарок жизни. Дарья Веселова, Евгений Бережной, Антон Макаревич, Волжс, 24.